Спасибо, дорогие друзья. Прежде всего, позвольте поблагодарить Ильяну и Илью Дексе, все сообщество Куринки, за то, что мне предоставили такую возможность представить вам мое сообщение. Во-вторых, мне очень приятно видеть такое количество молодых, красивых людей, которые интересуются наукой и которым не безразлична наука, скажем так. И в-третьих, поблагодарить моих коллег-лектор, которые представили, на мой взгляд, очень интересные доклады. Я, по крайней мере, для себя почувствовал достаточно много интересного. Как Елена сказала, тема моей презентации – молекулы, варсирующиеся с фонами. В своей лекции я попытаюсь представить вам явление такое, которое называется фотохромизм, его применение. Рассказать, может быть, немножко, как его исследуют. Причем исследуют не где-нибудь, а исследуют у нас здесь, в доступности 40-минутно на автобусе, в Южном федеральном университете. И что, так же, как есть ход культуры, есть ход сайенс, который, собственно говоря, и делается, по крайней мере, в этой области, у нас в Южном федеральном. Вот. Ну, начнем. Начнем с того, что, собственно говоря, это солнечная энергия. Солнечная энергия, если посмотреть по сравнению с другими разобновляемыми источниками энергии, это подавляющее, в общем-то, количество энергии, которое падает на Землю, посмотрите, 10 в 5-е тераватт, ветер 14 для сравнения, течение клинический 0,7, биомасса 5,7 тераватт, гидромакетика 1,2. То есть солнечная энергия просто, в общем-то, как-то огромный вал, который накрывает Землю. И, естественно, наличие такого вала не могло не сказаться на развитии жизни нашей Земли. То есть солнце органично вошло в жизнь. И теперь, и, собственно говоря, в жизнь невозможна. Без солнца бессолнечная энергия, которая к нам поступает. Одно из первичных проявлений взаимодействия света очень существует, это поглощение света. И благодаря тому, что вещества, предметы, растения, люди поглощают свет, мы можем видеть окраску. Вот эта картинка, допустим, прекрасная, а еще более прекрасная, конечно, если мы на природе все это видим, те цвета, которые мы видим, они могут быть охарактеризованы спектром поглощения. То есть вы видите разные цвета, и в зависимости от точечки, которые мы выберем, мы получим различные кривые. Но эти кривые достаточно точно характеризуют каждое положение, каждый цвет. Но, однако, этот цвет не определяется, определяется теми лучами, которые отражаются от предмета. Вот на этой картиночке мы видим, можно увидеть, что составляющие белого цвета красный, зеленый, синий. И если они полностью отражаются от предмета, мы видим его воспринимаем как белый, если поглощается все это черный, а, допустим, для зеленого, или для желтого именно, например, лучше, значит, это поглощение синего цвета, а комбинация красного с зеленым дает нам ощущение желтого, желтого цвета. И таким образом трава у нас и зеленые растения выглядят зелеными, хотя сами растения поглощают красный и синий. цвета. Другое проявление взаимодействия света с веществом это люминесценция. Люминесценция – освещение вещества, возникающее после поглощения энергии и возбуждения. Ну, все увидели, наверное, светящиеся различные пластмассовые штучки, украшения. Вот это как бы то проявление, которое, скажем, на шерпатре, которое мы увидим. Но как поглощение, так и люминесценция, они являются некими первичными процессами, которые могут играть большую роль и, так сказать, в представлениях и для решения различных вопросов, связанных с наукой. Вот немножечко поглощение и излучение в квантовой теории, что это из себя представляет. Поглощение. Значит, ну, очень просто на самом деле. Два уровня. Один основной, другой возбужденный. В основном уровне, в обычном состоянии, все молекулы находятся в основном уровне. То есть они колеблются каким-то образом, и только после получения кванта света они переходят на возбужденное состояние. И вот этот переход и определяет поглощение света. Излучение – это процесс, который происходит из возбужденного состояния, после того, как молекула возбудилась, она переходит в основное состояние. Переходить в основное состояние она может либо с излучением света, и тогда это люминесенция, либо без излучения, и тогда это будет у нас внутренняя конверсия. Еще более сложная картинка диаграммы Яблонского, которая позволяет, тем не менее, как-то систематизировать наши знания и представления о процессах взаимодействия вещества со света. Значит, ну на самом деле что здесь? Возбуждение – это поглощение, о котором мы говорили. Флюоресценция – это излучение, тоже о котором мы говорили. И остается еще один процесс, который происходит из возбужденного состояния – это реакция. Вот процессы химические, происходящие в возбужденном состоянии, и называются фотохимическими процессами, а реакции, соответственно, фотохимическими реакциями. Изучает эти процессы наука – фотохимия. Фотохимия – наука о химических превращениях, протекающих под действием света. Какие наиболее известные фотохимические процессы на Земле? Это, прежде всего, атмосферная эстрофизическая химия. Здесь – это фотодистанция озона кислорода и синтез озона. То есть, трудно переоценить значимость этих явлений, иначе бы в отсутствии озонного слоя на Земле была бы просто сожжена. То есть, зеленые растения, по крайней мере, были сожжены. И вот эта постоянная циркуляция и возобновление озонного слоя как раз является следствием вот этих фотохимических реакций. И часть фотохимии изучает эти вещи. Она посвящена атмосферной эстрофизической химии. Другой пример – это фотосинтез. Это процесс превращения углекислого газа и воды в углеводы и кислород по действиям энергии солнечного света. Мы сразу же получаем как питание в виде сахаров, так и кислород для дыхания. И еще один процесс – это зрение. Значит, в основе моревлярного механизма зрения лишен фотосинтез белка, радоксина, а первичным фотохимическим процессом, вот здесь он изображен, является зернализация его хромофорной части. То есть, одиннадцатый сортиналь, вот это скручивает такая молекула, переходит по действиям света в линейную молекулу, в транссортинальную. И отсюда запускаются биохимические процессы, которые позволяют нам видеть. Основной такой фотохимии, на самом деле, очень прост. Только те фотоны способны привести к химической реакции, к которой поглощаются веществом. Ну, его впервые воспроизвел русский ученый Брокус. Кроме него, значит, профессора Гершин и Дрейдер. Немножко о наших ученых, которые сделали большой план в развитии представлений о взаимодействии света с веществом в фотохимии. Это Сергей Иванович Равилов. Он здесь довольно-таки широко. Он многое сделал в области изучения флюоресценции, люминесценции и фосфоресценции. Другой Петериньев Александр Николаевич, это человек, который, собственно, заложил основы фотохимии здесь у нас в России. Из иностранных ученых следует упомянуть Джорджа Хаммонга и Никола Сатуро. Последний очень большой популяризатор этой науки. Он издал достаточно много учебников в этой области. Итак, значит, среди фотохимических процессов, а фотохимическими процессами является все, то есть то, что ваши майки или выгорают на солнце, волосы выгорают на солнце, это все фотохимические процессы. И эти процессы необратимы. Вот среди громаднейшего многообразия фотохимических процессов существуют уникальные процессы, называемые фотохромными. Это абративные процессы. Ну, чтобы дать представление, все знаете о фотохромных очках. На солнце они окрашиваются, при переходе в свет они обесвечиваются. Все очень достаточно просто, как бы. Этот процесс, он, кажется, не заслуживает внимания. На самом деле, вы подумайте, значит, молекулы, которые осуществляют, которые они осуществляют в процессе, это небольшое количество атомов, которые живут своей, как бы, жизнью. И большой такой организм, человеческий организм, который тоже способен восстанавливаться. Вот молекула и организм. Как бы меня, на крайней мере, это всегда поражало, что организму нужно, ну, непознанное, на самом деле, количество процессов и реакций, чтобы восстановиться. И вот простая молекула, которая восстанавливается после того, как выведена из основного своего состояния. Ну, значит, давайте классическое определение. В фотохромизме представляет собой обратимую трансформацию молекулярной системы между двумя формами А и В, имеющими различные спектры поглощения, индуцируемые в одном или обоих направлениях поглощением электромагнитного облучения. Картинка показывает, как кристаллики желтого цвета после облучения цвета превращаются в черные кристаллы. После прекращения облучения, они релаксируют опять в исходное состояние, становятся желтыми. Вот этот круг, на самом деле, не так прост. Он существенно сложнее. Вот что представляет этот круг для нас на примере молекулы спиратирана. То есть после поглощения света, вот этот, скажем, левый от нас в верхний угол, молекула проходит ряд трансформаций и возвращается в основное состояние. Лично мне это напоминает какой-то танец, но танец не пространственный, а танец состояния. То есть молекула танцует определенному закону определенный период. Ну и у меня это вызвало ассоциацию с Вальсом, поэтому, извините, но поэтому отсюда и название. Значит, вот этот круг, который проходит молекула, и ассоциация с Вальсом, соответственно, понятие, анонсирующие молекулы. Ну, немножко о типах фотохромных молекул, просто чтобы вы представляли, что это такое. Вверху молекулы называемые азабинзолы, потом спироберраны, ниже спироаксазины, диавилы, тены, фульгиды. Не обязательно это все напоминать, просто чтобы иметь представление. Эти молекулы на самом деле очень невелики. Ну и несколько слов о механизмах превращения спироциклических систем. Это спироберраны, спиробсазины. Такой гипмолекул. Они представляют собой два цикла, которые оттагональны друг к другу и имеют один общий атом углерода. Значит, этот атом понятно называется спироциклическим, он принадлежит двум циклам, и отсюда уже спироциклические системы. В данном случае при поглощении гуманда света происходит разрыв связи. СО молекулы азабинализуются, становятся плоской и становятся способны поглощать видимые области спектра. Они становятся окрашенными. Другой пример дегитирования тела здесь обратная ситуация. Здесь молекула раскрытая, после поглощения кванта света она циклизуется и тоже приобретает окраску. При исследовании таких систем мы проходим три этапа. Первый этап это молекулярный дизайн фотохромных систем, который связан с квантохимическим моделированием молекул. Второй, органический синтез, разработка методин получения и собственного получения доказательства структуры. И третий, исследование, способность этих систем фотохромного превращения и исключения их характеристик спектра, и этических. Вот примерно то, что мы изучаем при моделировании. То есть когда то, что называется дизайном. То есть мы рисуем вот так по молекулу и загоняем его в расчетную программу. Дальше мы получаем ожидаемый спектр поглощения, проводим орбитальный анализ. Вот здесь вот эти вот самые кружочки, это условно овалы, это орбитальки. То есть для различных полос поглощения, то есть вот непрерывный рисунок, это реальный спектр поглощения, который мы видим. Палочки это расчетные, то есть и расчет не просто положения, но и причины, которые вызывают то или иное поглощение. Следующий этап это синтез. То есть мы исходим из того, что у нас есть, как обычно, то есть какие-то начальные реагенты. И дальше планируем синтез, как прийти к конечной структуре. Здесь только конечная стадия получения спироэксизина, когда используются основания шифа и в данном случае спирт гетероциклический, которые при взаимодействии в определенных условиях дают конденсацию, и мы получаем вот это спироциклическое соединение. На самом деле получение и синтез это достаточно непростое дело, потому что порой разные люди, действия по одной и той же прописи, получают разные продукты. То же самое, как хозяйка на кухне, может из-за них те же продукты получить вкусный борщ, а в другой же ничего не получается. Но здесь все еще сложнее. Порой даже вращение палочки, которую вы замешиваете в одну сторону, приводит к одному результату, вращение к другому результату. И в свое время были даже такие рассуждения о том, что что такое органический синтез, наука это или искусство. После того, как мы получили, нужно доказать еще структуру, потому что мы получили нечто, колды, пробирки, выделили в виде кристаллов. И если удается получить хорошие кристаллы, то мы проводим эрегино-структурное исследование, где уже получаем координаты атома и точную структуру полученного соединения. Ну, кроме этого, есть ЕМР-анализ, ЭК-анализ, масса спектроскопии, ультрафиолетовая. Это все дополнительные методы, с помощью которых мы определяем структуру веществ. Далее подходим к изучению. Здесь показана картинка такая суммарная процесса, значит, облучения, это появление корба, и после прекращения облучения идет спад, поглощение, значит, возвращение в исходное состояние. Но это все происходит во временном диапазоне секунды-минуты. Чтобы получить более важную информацию, мы изучаем с помощью пика фемтосекундной спектроскопии, то есть это процессы, которые изучаются в области 10-12 секунды, в 10-14 и фемто-15. То есть мы получаем эти спектры поглощения, эти спектры анализируются, но не всегда удается анализировать, потому что реально по этим спектрам я, допустим, сразу ничего не могу понять. Я могу делать какие-то предположения. Для того, чтобы разобраться с этим, мы опять подключаем клантовую химию, мы изучаем возможные процессы этой молекулы возможного состояния, потом накладываем матрицу, полученную теоретически, на экспериментальную, находим соответствие. Если нет, проводим дальнейшие расчеты и приводим уже к какому-то результату, который, допустим, может быть, представлен на уровне поверхности потенциальной энергии. нижнее – это основное состояние, а выше – это возбужденное, S1, S2. Ну, в данном случае происходит возбуждение молекулы в состоянии S2. Дальше через CI – коническое пересечение, система попадает на второй, нижележащий возбужденный уровень, и то, что идет в правую сторону, приводит, в конце концов, к фотопродукту, а то, что влево, то попадает в некую ямку и, в конце концов, релаксирует в сонное состояние. То есть это непродуктивный путь реакции. Ну, теперь немножко о применении фотофронных молекул. Ну, самое первое и хорошо известное – это защита органов зрения, причем, в общем-то, защита органов зрения впервые возникла не как следствие на получение вот этих очков, а как средство для защиты летчиков, летающих дальней авиации, защита от, значит, излучения ядерного взрыва. То есть это мы этим занимались еще, по-моему, ну, не мы, а где-то в 60-е годы начинали этим заниматься люди. Позже появились вот эти фотохромные очки, как следствие вот этих исследований. Дальше фотохромные линзы различные и известное всем применение – это перезаписываемые диски CD-9D, которые, собственно говоря, работают на основе фотохромных соединений. Вот тут же такое, как бы, достаточно простое применение. Это «WalkDLFD-Document». Значит, вы получаете документ, и в течение дня он живет, в конце дня он приходит в условное состояние, и на следующий день вы можете использовать этот лист для следующего документа. Материалы с включаемой ливкостью. Интересное применение. Значит, у вас пленка нанесена на них на покрытие, и она лежит достаточно плотно на этом покрытии. Когда вы облучаете какой-то участок, пленка отходит с этого участка. Значит, такое, видимо, как бы, непонятно, зачем применение, на самом деле, имеет глубокий смысл. Оно сопряжено с таким же явлением, как эффект лотоса. В данном случае мы можем получить фотоуправляемый эффект лотоса. Известно, что листья лотоса имеют такую структуру, что вода не развлекается, а собирается в шарики. Особенно хорошо видно на этой фотографии. И, собственно говоря, фотоуправляемый эффект. Все связано с поверхностью. Есть поверхности, которые имеют взрослок в воде. И вот, допустим, правая часть этой фотографии показывает, что капелька как бы растеклась, лежит на поверхности. При облучении происходит... А поверхность содержит как раз фотохромное вещество. При облучении поверхности она изменяет свое состояние и становится, допустим, неполярной, полярной или наоборот. И в этом случае капелька приобретает форму шара. То есть за счет того, что меняется взаимодействие между поверхностью. При этом совершается движение. То есть если мы будем ввести луч в этом направлении, капелька будет двигаться у нас за этим лучом. Это, на самом деле, опять же, скажем так, презентативное мнение. На самом деле имеет более глубокий смысл. Это фотопереключаемый капилляр. Мы можем, имея смесь воды, масла, разделять их в зависимости от того, какой канал облучается. Ну, идея вся та же самая. В деталях удовольствия не будет. А это очень важно для проблем диагностики в медицине при создании определенных таких унитр-чипов, которые сейчас тенденция такова, что нужно сделать маленький чип, вы капельку крови туда капать, подключать их к своему мобильнику, и он сообщает все о вашем здоровье. То есть по содержанию металлов, ионов, окислов всевозможных. Это все реально делается. Другое применение. Пластик, меняющий цвет, это деформация. Вот в данном случае вот эти квадратики, прямокольнички, они поддержаны деформацией. В левой части это растяжение, и вы видите, в местах, где происходит напряжение, наблюдается окраска. В местах, где происходит скручивание небольшое, вы видите изгиб. Это важно, на самом деле, очень для таких отраслей, как авиация, турбины и прочее, прочее. Там, где большие напряжения. Для того, чтобы визуализировать процессы, не обязательно, например, в коррегеновском исследовании, а достаточно будет вести туда таковровные соединения, которые позволят вам судить по тех изменениях, которые происходят при деформации рабочих частей. Очень важное и перспективное направление на самом деле это бестабильные молекулярные системы, как на размерные оптические молекулярные переключатели. То есть сейчас рассматривается вопрос по созданию квантовых компьютеров и подобных сортно-вычислительных систем. Для них как раз необходимы вот такие вот молекулярные переключатели. То есть переключение не на макро уровне, а на микро уровне. Мы можем переключать какие эффекты? Начнем с левой части. Вот здесь показан переключатель. Поглащение, то есть абсорбция. Это хорошо для фотоники в системах интегрированной оптики. Магнетизм. Это вообще уникальная вещь. То есть все знают, что магнетизм, вообще говоря, он присущ определенным доменам. То есть результат кооперативного взаимодействия. Оказывается, что молекулы тоже могут иметь молекулярный магнетизм. Ну и это, в общем, открывает очень широкие возможности перед системами записи и хранения информации. Далее, нелинейные оптические эффекты. Проводимость. Проводимость – это вот то, что, собственно говоря, и нужно для компьютерного. Вот такие футуристические как бы просматриваются проекты, когда молекулу удается подключить к атомам металла и таким образом быть вот этим самым молекулярным переключателем. Ну и, кроме того, немаловажный, так сказать, эффект – это фотопереключаемая люминесценция. То есть вы можете включать люминесценцию в тот момент, когда это вам нужно. Дальше я покажу, когда это бывает нужно. Вот эффект фотоуправляемой белковой каналы. Значит, молекулы, в данном случае спероперам, внедряются в белки и в зависимости от освещения открывается канал или закрывается. Это очень важно при регулировании процессов. Для тех людей, которые нарушены обмены, возможно, вот такая вот внешняя регуляция и, в частности, такие эффекты, как проницаемость мембран для катионов, она тоже может быть сделана управляемой, когда внедряются вот эти молекулы и при раскрытии циклов они меняют несколько метров и как бы раздвигают все эти мембраны, позволяя осуществить допуск катионов, металлов различных и таким образом осуществить вот этот самый таким-то образом регулировать обмен. Ну, это, на мой взгляд, это некие такие инзийские ума, фантазии, но тем не менее это в настоящее время достаточно широко разрабатывается, особенно итальянскими учеными, бойцами. Это как бы приносит логика внешнего мира на микроуровень, когда говорят, что молекулы на томе всего это некие машины. И вот в частности здесь показан как бы некий челнок, когда они же что из себя представляют это челнок, некая протяженная молекула, кольцо вокруг этой молекулы, и это кольцо может с большой частотой перемещаться, то есть механически именно перемещаться и создавать некий эффект. Мы можем с помощью света остановить это перемещение, то есть происходит сжимание цикла и цикл останавливается. Далее при противоблучателе мы приходим опять к системе, которая движется. Дальше вот такие вот тоже системы по стержень цикла, которые движутся по этому стержну. Дальше система ротар-статтер. Здесь в частности на золотой пластинке показана как такая молекула 301 от золотой пластинки и вот это красненькое образование способно обращаться в ту или иную сторону в зависимости от облучения. То есть вы можете спросить, а зачем это? Мне, сомнево, у меня тоже этот вопрос возникает часто. Кроме игоразума нужно что-то еще. Вот это что-то еще относится к наносборке. То есть это процесс наносборке, когда нужно построить системы такие, которые люди руками не смогут сделать. только сами молекулы смогут построить себе подобные какие-то структуры и организмы. При данном случае вот эти фотоаправляемые молекулярные машины, они могут в этом существенно помочь. Ну вот здесь тоже такой автокар. Красные это колесики, а в центре двигатель, который мы уже смотрели. Одна часть молекулы может вращаться относительно другой, расположенная определенным образом, она как бы цепляет поверхность, в данном случае там поверхность золотой пластинки, и вот эта вся машина в кавычках способна перемещаться. Здесь вот увидит наемножко лучше, как это показано. То есть вот такие фуллереновые колеса, соединенные где-то циклическими фрагментами, и вот такая машина, будучи в облученном состоянии, способна перемещаться по поверхности золота. Фотолетография, я не буду останавливаться, эта вещь известная достаточно. Вот трюгмерная запись информации. Значит, здесь хочется наступать внимание, что этот принцип записи информации позволяет получить высокие объемы информации в относительно небольших физических размерах. То есть если, допустим, DVD-диск это обычно двухслойный, то здесь можно в принципе построить систему до 100 слоев и на размере CD-диска получить терабайтный массив информации. Здесь я просто хочу сказать, что мы участвовали в первой разработке FMD Fluorescent Multi-Layer диск, многослойный диск и с компанией 3D Constellation получили диски в 10 слоев. Вот на этом пока все закончилось. Вот как может быть применена фотопереключаемая люминесенция. То есть большая проблема на самом деле состоит в мониторинге катионов металлов как окружающих средств, так и собственно в организме человека. Для этого могут быть использованы фотодинамические хемосенсоры, которые основаны на фотогромных системах. То есть при взаимодействии металла с одной из форм фотохромного вещества происходит образование комплекса, который характеризуется индивидуально высокой степенью люминесенции и определенным положением. Вот на этом собственно все и основано. То, что молекула фотохромная можно обеспечить возобновляемость этого датчика и либо непрерывный мониторинг осуществлять допустим в каких-то водоемах либо сосудах человека. Ну вот в качестве примера это вот то, что уже существует такие пластиночки где в виде точки расположены определенные вещества взаимодействующие с конкретным металлом. После попадания туда пластиночку капли то ли крови то ли воды мы получаем прибор светящей точки по которым сразу оговорится сколько и какое количество металла находится в данной жидкости или в крови. в заключение хочу сказать что фотохронный эффект добрался под кутер дизайнер скейтон Rainbow Winters M Winter представил коллекцию в которой фотохронные платы используются девушка внутри комнаты и вне комнаты под солнцем то есть происходит изменение окраски платья. здесь вот лаборатория фотохимии которая занимается этими исследованиями хочу представить Макарова Надежду Ивановну кандидат наук Анатолий Чернышок тоже кандидат это люди которые занимаются своими направлениями они достаточно широко известны в соответствующих отраслях мировой науки вот как бы показать что мы не варимся в собственном соку как говорит идущий оратор а нас знает в мире мы работаем это вот двухмесячная фотография была конференция на Курсике посвящена фото переключаемым механическим мобильным системам здесь представлял ваш покорный слуга доклад и значит мой шеф Академик Минкин также там присутствует выпускник Южнофедерального Алдошин Сергей Михайлович вице-президент Академии наук краюшкин Михаил Михайлович Барачевский мои друзья Жанглот Мишу Стефанин Денберг Мишин Слива Пию и много-много людей то есть я это поставлю для того чтобы было понятно что хорошая серьезная наука она не где-то там за рубежом только она здесь у нас делается и мы это делаем все качественно и эти результаты раскрепованы значит будут конференции на которых мы уже получили приглашение значит в Китае и в Португалии на этом дорогие друзья спасибо благодарю вас за внимание АПЛОДИСМЕНТЫ